Друзья, всем привет! Тосей на связи. Меня, как всегда, зовут Виктор, а у нас новое включение во влоговом формате. Не будем тянуть резину и сразу скажем, мы привезли Прадика с Японии. И не вот того, который стоит сзади меня на номерах, а вот такого вот красавчика. 2019 года, и да, приехал он прямо из Японии, потому что мы успели привезти его и купить до санкций. И сейчас мы вам немножечко в таком живом формате расскажем о том, что классного в этой машине и почему ее цена, за которую привезли, она будет в конце ролика, этого мотивация досмотреть. Это просто конфетка и топ. Поэтому давайте смотреть на красоту. Ну и, конечно, с чего мы всегда начинаем разговор о машинах, это внешность. Не смотрите, что красавчик немножко заляпался. Мы его все-таки проверяли на внедорожность. Плюс дороги у нас в Владивостоке не самые приятные сейчас после наших постоянных дождей. Но выглядит он, конечно, отлично. Вообще, в принципе, мы солидарны с мыслью о том, что Прадик все-таки должен быть, как и любой другой Крузак и такой большой джип, либо белым, либо черным. Но на это, конечно, у каждого свои мысли, свое мнение. Можете поделиться, кстати говоря, им в комментарии, какого цвета должен быть настоящий православный, так сказать, джип для настоящего мужчины. Ну и не только, в принципе. Ну, а пока давайте. По переду у машины в версии TX имеются омывайки фар, имеется круговой парктроник. Здесь, как всегда, очень красивый головной свет у Тойоты. Нету передней камеры, есть только задняя, но мы сейчас до нее тоже дойдем. И здесь, в принципе, все то же самое. Кстати, очень классный такой хинт. Небольшой подсказочка, как определять Прадики и вообще многие автомобили без камеры 360 новой. По наличию вот этого вот парковочного зеркала. Оно необходимо для того, чтобы, когда вы сидите по правой стороне автомобиля, прижиматься слева к обочине или к бордюру и не царапать ваши красивые диски. Здесь они, конечно, стоковые, но, тем не менее, иногда можно поставить что-то поинтереснее. Имеются у нас такие вот подножки-пороги, похожие на рокслайдеры, но, правда, конечно, сильно они машину не защитят. Сзади тоже все стандартно. Красивая эта оптика у Прадиков последнего поколения 150-го. И камера. Тоже парктроники снизу. Выхлоп и запасочка, которая висит снизу, ну так по внедорожному очень. Вообще, вид, как всегда, Прадик имеет, ну просто лютый максимально. Особенно вот, да, в белом или в черном цвете. Но это все, как мы уже сказали, на выбор каждого человека. Ну что, пройдемся по техничке немного. Капот у нас на газлифтах. Это очень классно, такое мы очень сильно любим. А под ним столбик четырехцилиндровый бензиновый 2.7. Да налоговый, вполне себе неплохой в плане обслуживания. Но, конечно, по лошадям не слишком богатый и, может быть, не слишком динамичный. В основном мы привозили дизельные версии, которые 2.8. Тоже столбик четырехцилиндровый. Здесь же, в принципе, тоже все неплохо. Мы их ставили, кстати говоря, подсказочка. У нас есть ролик, то, как едут крузаки, друг с другом бензин и дизель. Дизель вырывается вперед. Но, как вы понимаете, всегда есть большая разница в плане того, насколько легко заведется дизель в холода. Бензин, конечно, с этим справляется гораздо лучше. Но если вы живете не в каких-то слишком холодных регионах, вы не заметите какой-то там существенной разницы и каких-то проблем тоже не почувствуете. Дальше по техничке. Естественно, у нас многочаж спереди и сзади. Естественно, у нас здесь прекрасный полный привод. Есть понижайка, есть блоки. Все, что, в принципе, нужно, все имеется. По клиренсу вопросов у машины нет. Она в стоке. Ее, видимо, японец не трогал, не лифтовал. Вот на этих колесах просвет вполне себе уверенный, чтобы заезжать на клумбы. Мы, конечно, такое не одобряем. Но иногда проходимость дополнительная может понадобиться. Трансмиссия, как всегда, быстрая достаточно. Конечно, 2,7 бензин, ничего сверхъестественного ждать не стоит. Но, но, но это все равно вполне себе неплохо. Если для города, так вы, скорее всего, никаких проблем точно не почувствуете. Ну, а на трассе просто попривыкнете и научитесь хорошо это все объезжать. Ну, и вот такой вот селектор удобный. Он ступенчатый, поэтому свапать передачи вообще никакой проблемы не возникает. И раз у нас имеется такая прекрасная возможность, автомобиль все-таки с Японии, есть аукционный лист с состоянием. Давайте на состояние машины мы и поглядим. Во-первых, 4,5 балла оценки и 66, ну, почти 67 тысяч километров пробега вполне себе неплохо. Имеется у нас на капоте недостаток где-то вот посредине. Имеется на заднем бампере и еще на заднем, получается, правом крыле. Мы это тоже все смотрели, это в целом видно, но ничего критичного нет. При желании хозяин это может легко заделать и дальше ездить, кайфовать вот на этом прекрасном автомобиле. По техничке сохранился автомобиль тоже хорошо. Никаких там стуков, никаких биений в подвеске нету. Двигатель, коробка, все работает так, как надо, так, как и задумано японскими инженерами. Ну и, кстати говоря, да не искали про важную фичу, это, конечно же, бесключевой доступ. Здесь сенсор на закрытие и внутри сенсор на открытие. Это клево, но только на передних дверях, хотя, в принципе, скорее всего, этого вам будет и достаточно. Ну и сразу с открытой дверью давайте смотреть салон. Во-первых, сидение у нас на ткани, не на коже, на механических регулировках, но есть подушечка здесь под спину. Многие ее любят, поэтому хорошо, что она тут имеется. Два ряда сидений, вот так вот второй ряд тоже вполне себе вместительный. Кто-то там помещается без особых проблем. Здесь тоже все стандартное. Давайте присядем. Опачки, я еще не регулировал до конца салон под себя, но даже вот так вот заскакиваю вообще без каких-либо проблем. Если закрыть дверь, места меньше не станет. Все, как всегда, у прадиков эргономично, все под рукой. Здесь, пожалуйста, у нас такой вот бардачок на две секции, да, чтобы разные вещи складывать. Здесь вот так вот можно тоже что-то пробросить. Кстати, у максимальных версий тут еще управление подвесной и трансмиссией, где есть пневма. Вот такой вот ключик, который, кстати говоря, может еще дополнительно открывать заднюю дверь. Но именно стекло мы до этого тоже дойдем, потому что оно у нас двойное. Когда будем смотреть багажник. Вот так выглядит приборка. И давайте, не закрывая дверь, заведемся. Вот так вот прекрасно кнопочки. Это все у нас стартует, мягко работает. Ну, 2.7, никакого ора, естественно, у движка нет. Как видите, тоже работа у нас раз стабилизация, удержание в полосе. Здесь у нас имеется на руле рычажок для круиза. И вообще все кнопки присутствуют для управления мультимедиа. Супер удобно. Ну, и все электронные системы у нас, естественно, здесь вот сверху имеются. Люка, кстати говоря, у машины нет. Для кого-то, возможно, минус. Ну, а в целом, мало кто им пользуется. Зато есть неплохая такая вполне себе музыка. И полностью, смотрите, автоматическое остекление. Это вот очень здорово и очень классно. Автосвет. Ну, и омывайки передней оптики. Это тоже лайк, потому что это всегда удобно и практично. Вот этот бардачок тоже вполне себе вместительный. Тут, видите, какая-то макулатура до кучи вся с Японии приехала. Ничего особенного, но, как всегда, добротно по-тойотовски, по-японски. Ну, а что по второму-то ряду у нас имеется здесь? Тоже сядем. Вот так вот. Опа! По месту вообще вопросов нет. Есть, смотрите, специальные ручки, чтобы было удобнее забираться. Тоже, если закроем дверь, место не уменьшится. Это классно. Я вот сидел спереди сейчас. Было максимально комфортно мне, как водителю. Я сижу сам за собой. Ну, в целом, вполне себе неплохо. Но хотелось бы чуть-чуть больше места. Есть здесь у нас средний, как раз-таки, вот такой вот подлокотник со подстаканниками. Все по фэншу. Сидюшки, видите, регулируются у нас по высоте спинки. Тоже удобно. Разместиться тут двум людям вполне себе реально. Если понадобится, то, в принципе, и трех посадите, но уже с меньшим комфортом. Сзади зарядочка и дефлекторы, чтобы был чуть более комфортный климакс. И, говорят, с них очень неплохо дует, прямо как спереди. Разницы практически никакой нет. Поэтому, если у вас часто кто-то ездит на заднем ряду, знайте, им в плане климата будет комфортно и летом, и зимой. Ну и до багажника тоже добираемся. Во-первых, начнем с раздельного нашего прекрасного остекления. Делается это вот так, с кнопочки. Но поднимается, кстати, если дверь открыть сначала, то вот эта вот штука перестает работать, видимо, как система безопасности. И вот именно ее, это остекление открывает ключ. Беремся вот здесь и открываем дверь. Как дверь самую настоящую, это классно. Здесь у нас имеются все инструменты, здесь ниша тоже для чего-то нужного. Вот такая вот тут полочка у нас, вытягивающаяся, очень удобно. Такое мы любим. Как говорится, здесь еще дополнительные все крепления. Для груза классно. Полик, ниши какой-то дополнительной нет. Запаска у нас, напомним, вот здесь вот снизу находится. Поэтому ровный пол для кого-то даже лучше, без всяких там дополнительных штук, которые будут мешать, греметь и так далее. Важная штука, это вот этот газлифт, который находится у пятой двери. Его можно настроить по жесткости. Если вы, допустим, любите, чтобы она прям уж легко открывалась, практически так вот провисала под рукой, то можно ее раскрутить, ну и наоборот закрутить, если любите, так сказать, пожестче. Потолок, кстати говоря, довольно-таки чистый у автомобиля. Вот здесь только в зоне загрузки немного он у нас покоцан, немножко грязный, если вообще быть точным. Но в целом не критично, все-таки багажник автомобиля, он на то и багажник, чтобы в него что-то закидывать и не сильно переживать за состояние. Закрываем и смотрим еще раз, насколько классно это все дело выглядит. Думаем, что отличная идея будет немного проехаться в автомобиле. Сейчас переключаемся мы на драйв. Тут, кстати говоря, есть шифтер вручную, никаких лепестков тут, понятное дело, нет. Машина все-таки не совсем про спорт. Но где-то вручную попереключаться можно, и это удобно, особенно если вы трогаетесь на ком-то очень жидком грунте или наоборот там зимой в снегу, чтобы нигде не завязан и не буксануть. Поехали. Что можно сразу сказать? Машина очень мягко едет, как мы сказали, ничего не гремит, не бричит в подвеске. Это классно, потому что все-таки получая автомобиль с аукциона, хочется, ну, чтобы состояние все-таки было хорошее. Проезжаем по грязюке. Хорошо у нас едет резина. Чувствуется, что есть рама у автомобиля. Естественно, такая небольшая валкость. Но дорогу он держит вообще без проблем. Вот видите, проезжаем. Немножечко, если дать газку. Опа, поехали. У нас здесь, кстати говоря, такой не сильно приятный грунт. Камушки, какие-то ямы. Все вполне, вполне себе хорошо отрабатывает подвеска. И за это, конечно же, вот грузаки, в принципе, и любят. Потому что, несмотря на то, что мы живем в городах, понятно, что кто-то эксплуатирует такие машины практически по назначению. Где-то в грязях и так далее. Но большинство из нас все-таки пользуются ими как городскими авто. Но даже так, даже так, в городе есть всегда места. Возможно, вам приходится в них ездить регулярно или только изредка. Где, ну, не самое лучшее покрытие дорожное. И там машину какую-то другую можно и подубить. И ее, в принципе, будет жалко. А вот здесь все сделано для того, чтобы машина ехала прям-таки вот по любым грязям. Проезжаем, кстати говоря, сейчас через рельсы. Тоже комфортно машина себя чувствует. И будем разворачиваться. Естественно, радиус у машины очень большой. Все-таки кузов не маленький, ни в ширину, ни в длину. Фиксируемся. Очень легко, кстати, крутится руль даже на месте. Это классно, не только сходу. Сдаем, смотрим по камере, смотрим по парктроникам. Кстати, очень хорошо помогает вот спереди зеркало парковочное. Становимся на драйв. Крутимся. Проверяем, чтобы все было безопасно. Естественно. И едем дальше. Очень классно. На самом деле, всегда крузаки радуют тем, насколько хорошо они себя чувствуют. В таком вот небольшом, конечно, но все равно бездорожье. Потому что никакого стабильного тут покрытия нет. А то приходится немножко подскакивать. Сейчас специально по камням немножко прокатимся. Вот так. Тоже все хорошо отрабатывает подвеска. И вот такое, опять-таки, мы очень сильно любим и уважаем. И напоминаем, да, что если даже вы в городе на нем ездите, ну, все равно приятная, так сказать, опция. Ибо не всегда есть возможность ездить по хорошим дорогам, как на МКАДе или где-нибудь там в Москве, конечно же. В регионах везде практически есть какие-то ямы. И если вы вдруг даже ее не объехали, ну, все-таки, Прадик или там Land Cruiser или многие другие джипы, особенно японские, они все-таки довольно-таки выносливые, могут это все хорошо отрабатывать и не умирать. А это самое главное для машины, чтобы она сохраняла. Ух, как хорошо качнула. Долговечно. Припарковались, стоим ровно, двигатель шепчет. Просто его практически, кстати говоря, не слышно. Очень далеко он все-таки от водителя и от пассажиров передних, тем более задних, находится. Поэтому мега приятная история, то, что все-таки 2,7 не самый маленький объем, но ты все равно его практически не слышишь. Такое мы тоже, как говорится, любим. Давайте выйдем на улицу и поговорим, наверное, про практически самый важный момент. Это цена, как мы и сказали в конце ролика. Нужно обязательно ее озвучить. И про нюансы немного проговорить так вот на фоне машины, стоя. Во-первых, автомобиль до 2019 года, вот с этим не сильно большим пробегом, в принципе, с очень хорошей оценкой и не самой нищей комплектацией. Все-таки тут имеются такие хорошие опции. Встал клиенту в 3 миллиона рублей. Почему? Потому что мы успели его вывести до санкций, до самих. То есть он просто находился в пути, его уже таможня японская выпустила, никаких проблем не было, никаких там третьих стран тоже не присутствовало. Вот только чистый маршрут, как было это раньше. Помянем, как говорится, эти прекрасные времена. К слову об этом. Все еще прадики можно возить. Вот во Владивостоке они на дроме стоят в наличии, где-то там от 4,5 миллионов и выше, понятно, в потолок. Там есть более жирные комплектации, какие-то более интересные версии. И какие-то такие вот средние, не сильно плохие, не сильно наполненные какими-то там сверхопциями машины можно привезти вполне реально за 3,5 миллиона рублей. Но это не так, что вам придется выбирать какое-то там около битье, около царапанное. Все-таки это будет хороший, живой автомобиль действительно, который мы привезем уже через Корею. Будет чуть дольше, и вот с такой итоговой ценой. Но мы считаем, что 3,5 миллиона это все-таки не самые плохие, не самые большие деньги, учитывая, сколько здесь автомобили стоят в России под ключ в наличии. Всяк приятнее, да, что вы там не переплачиваете миллионы, все равно получаете весь тот же самый комфорт. Понятное дело, что ценники могут меняться, курс доллара, рубля, вот-то все очень сильно скачет, очень сильно варьируется, тоже меняются условия в мире, по транспорту, что-то может меняться, но в целом мы предполагаем, что на несколько ближайших месяцев вот цена примерно, вот такой диапазон, такая калитка останутся неизменными, и это значит, что машину можно заказывать. А где это можно сделать, вы уже, скорее всего, знаете, потому что вы досмотрели это видео уже практически до конца, за что мы вас сразу благодарим. Утасе, потому что мы возим автомобили с аукционов всего мира и даже с Японии, даже вот под санкционные авто все равно находим варианты, как их привезти, чтобы это не было слишком дорого, чтобы это не были какие-нибудь, знаете, полумерые костыли и дополнительные риски. Нет, все-таки стараемся, чтобы это все было хорошо, системно, и самое главное, чтобы наш клиент будущий ездил действительно на автомобиле своей мечты. Пишите в комментариях, нравится ли вам Toyota Land Cruiser Prado, все-таки многие его очень сильно любят, взяли бы его себе, и что думаете о ценах, текущих в наличии и за те деньги, которые можно его привезти с Японии, оправдана ли дополнительно вот эта вот цена за доставку через третью страну за вот такой автомобиль. Обязательно почитаем, мнение свое тоже в комментариях, если что, ответим. Спасибо еще раз за просмотр, подписывайтесь, здесь будет очень много автоконтента. Всем пока!